доброго здоровья сегодня среда надо выложить какое-то видео чтобы порадовать своего зрителя нас уже более 10000 или вас более 10 тысяч за что всем спасибо особо сегодня в видео порадовать нечем поделюсь планами неблагодарное занятие конечно делиться планами обычно если расскажешь что ты на планировал ничего не получится но все же я попробую хутор мой наш хутор замошье уже 40 лет как стоит временно обшитый рубероидом вот этот рубероид на доме под рубероидом солома поэтому он не парится вот этот рубероид на доме уже 40 лет ждет когда он снимется и обошьется вот я начал изготавливать станок потому как мой старшенький он же оператор сказал купить же не интересно надо попробовать сделать самому вот такой будет станок я не буду пока говорить что это за смог но я думаю многие из вас догадались станок для производства той самой того самого материала которым и я попытаюсь обшить фасад стены дома ну еще сегодня я поделюсь своими не до конца реализованными проектами даже если честно не знаю почему идем еще к одному незавершенному проекту вот еще одна моя установка которая пока не работает насос для воды на термоядерном реакторе термоядерный реактор у нас вот он солнышко солнышко там подойди ближе значит насос работ должен был работать до безумия просто вот столько наливалась должна была налиться вода два клапана один на впускной второй выпускной днем бочка нагревается этот клапан закрывается этот открывается и из него должна вытекать вода вот допустим потекла ночью бочка охлаждается за счет разрежения по этой трубочки из колодца должна была сасываться сюда вода как бы все до боли просто но он пока не работает как бы воду он прекрасно выдавливает и давно довольно много засасывать ее из колодца не хочет вроде бы и трубочка взята уже ну меньше некуда 4 миллиметра диаметр но отказывается пока засасывать возможно но столб воды не может поднять и она все-таки воздух только то есть вторая попытка будет налить ее полностью водой вода как мы знаем особо не особо вообще толком не не сжимается ему негде воздух может ну растянуться же и и не за не не закачать эту воду а уже вода не не сможет и он вынужден будет все-таки эту воду закачать я думаю так это будет вторая попытка пока на воздухе она не работает или клапан какой-то не не держит не пускает или все-таки не хватает первая попытка была сделать из пластиковой бочки зафиксируйся на не должно значит первая попытка была сделать этот насос на вот такой бочки на пластиковой она как я говорю исправно выдавила днем воду а ночью не засосала она сжалась она довольно плотная но все равно она сжалась и сжалась довольно сильно то есть на по объему было видно что всосать она втянуть в себя она может ну литра 3-4 как бы она вот настолько жалость было так заметно естественно этот этот насос эта установка будет выдавать небольшое количество воды и только один раз в сутки для чего она мне нужна это попытка была сделать поилку для пчел на хуторе как бы я иногда уезжаю на неделю меня там не не бывает а это установка каждый день по чуть-чуть подлебала бы воду в в емкость какую-то где бы она нагревалась им пчелы могли бы брать вот такая вот была только возможно она еще сработает если сработает это будет отдельный отдельный ролик пойдем еще к одному не удав не не до конца завершенному проекту значит вот в этот улей мы с вами вставляли баночки для того чтобы пчелки нужно заглядывать не будем для того чтобы пчелки в них оттянули вот я им дал направление и они должны были вот так вот лучами оттянуть ну языки этого сот и залить медом пока не получилось скорее почему потому что как бы уже баночки были даны во второй половине лета в этом момент пчелы уже не неохотно оттягивают даже и ващину они оттягивают а тем более соты в этой баночке этот эксперимент мы продолжим в следующем году пускай она здесь лежит эта баночка в этом доставать не буду были сердечки ну деревянная рамочка в виде сердечка тоже не получилось так гладко как хотелось то есть пока они стоят не тронутые в рамке все красиво все прекрасно но как только я их пытаюсь из рамки выдавить она где-то сдвигается трескает и мед вытекается то есть когда мы ложим его в баночку и она немножко даже полежит даже не надо ее далеко отправлять и перевозить она немножко полежит и уже некрасивый вид она вытекает с нее мед она в меде вот вместе с этой рамочкой тонет то есть не совсем так гладко как казалось как казалось на экране ну пойдем еще а там наверно пчел много будет как ты с пчелом боишься есть немножко но все равно пошли значит один из самых удачных проектов даже не ну то есть сами сам кенийский олисами сотой в гнезде да они оттянули так себе и покрутили и по приклеили но вот это наставка это самый удачный проект для получения сотового меда то есть здесь вообще все прекрасно ой наверное я зря пришел сюда без дыма и без сетки и причем еще с детьми ой по моему одна пчелка меня хочет попортить я уже несколько отсюда рамочек вынял ну вот они они вот эти вот эти рамочки были залитые но они уже попереносили вот она была залита вся было кое-что запечатано можно было раньше отобрать то что не запечатанное они уже извлекают и переносят в гнездо вот такой пока на данном этапе вот такой сотовый мед мне кажется самый интересный скошенные края не позволяют вот этому брусочку приклеится к боку потому что они скошены они принимают его как за дно округлого дупла они не клеят сюда то есть он очень легко достается и допустим нарезавший его какими-то кусочками положив в ту же вот баночку примерно такую залив медом вот это вот ну как медом как консервантом вот это аналог этого дикого меда это самый мне на данном этапе самый удачный из попыток сделать вот этот сотовый мед вот что вам еще рассказать так кыш 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 а то подавится все рассказать наверно больше нечего ближайшем видео я наверное еще не успею закончить станок ближайшими наверно поговорим о каком-нибудь из продуктов пчеловодства на этом все еще раз спасибо за внимание которые вы мне оказываете ваши комментарии все пока до новых встреч и напишите кто понимает ваше мнение почему же она не работает как бы все просто два клапана нагрелся остыл жидкой ну не жидкость а воздух расширился и сжался это будет из-за воздуха что он все таки ну не может расшириться или и закачать или или клапана как вы считаете не не держит ну хотя я вот здесь этот клапан я закрывал даже пробкой на на ночь то есть я закрывала так плоткой все здесь было плотно закручено то есть воздух сюда ну не мог попасть засосаться должен был воду отсюда ну может здесь какое-нибудь не соединение не герметичное но вроде бы все скручивал на на фум-ленту довольно мне кажется если трубы держат я в доме делал и трубы трубы держит здесь должно держать все еще раз пока его а а